Прямо сейчас к нам присоединяется Джейсон Смарт, американский политтехнолог и политолог. Добрый вечер, Джейсон. Добрый вечер. Ну вот с политической точки зрения сейчас активно США и Европейский Союз в том числе начинают предупреждать Пекину, чтобы он не сотрудничал с Российской Федерацией в виде, конечно же, подпитки военной промышленности в том числе и военной агрессии Российской Федерации против Украины. Но сколько времени должно пройти и что еще должен сделать Китай, чтобы от предупреждений Запад перешел к действию? Та же Европа, поскольку видим, что Китай довольно-таки смело не верит в то, что Европа, к примеру, по словам аналитика, сможет отказаться от торговли с тем же Китаем. Ну, я думаю, что первым. Я не ожидаю, что США или Европа будет совсем закрыть свой рынок с Китаем. А тем более, что мы знаем, что Китай это не хочет. Китай больше, чем 60% их импортов и экспортов – это с Европы и США. Больше, чем 60%. А Россия – это всего 2% всех импортов и экспортов Китая. Это значит, что, на самом деле, Россия – это партнер какой-то Китая, но не важный партнер, далеко не главный партнер. И даже если вы сравните эти 2% своих экспортов и импортов или 60%, которые США и Европа предлагают, конечно, Китай понимает, что нет выбора здесь. Им надо работать с американцами, им надо работать с европейцами. Потому что по-другому экономика Китая просто не может продолжать. Как вы знаете, сейчас безработица в Китае в молодых – это больше, чем 23%. Это очень-очень высокий уровень безработицы. У Китая есть очень серьезные проблемы в своей структуре экономики в стране, особенно в финансовой системе в стране. Из этого я считаю, что Китай сделает лучше для Китая, как и всегда. То есть в теории, да, они понимают, что это хорошо, что Россия там воюет против Запада. Они понимают, что это им выгодно. Но на то же самое время это еще выгоннее это экономические отношения с Западом. Из-за этого я считаю, что Китай не готов открыто нарушать это соглашение с Западом, что они не будут продать оружие, например, России, и не будут продать другие вещи, которые против санкций. Но мы знаем, что есть бизнесы в Китае, которые открыто работают против санкций. И это уже почти два года, что США и свои европейские партнеры ищут, как это закрыть. Но они работают с китайцами над этим. Они все понимают, что это нехорошо. И китайцы понимают, что даже если какой-то бизнес там заработает очень хорошие деньги, продать что-то нелегально россиянам, это дает очень мало прибыла для страны Китая. Им надо думать, что будет лучше для всей Китая. И это, конечно, это отношение с США и Европой, не какой-то мелкий заработок от нелегальной продажи россиянам. Тем не менее, пока что это продолжается. По крайней мере, это уже и разведка говорит, и есть журналистские расследования, которые конкретно указывают на то, как это все происходит. Но пока что мы видим только предупреждение. А что Китаю мешает продолжать и выгодно торговать США, Европой, и потихонечку тоже поддерживать Российскую Федерацию в неких своих интересах? Пока, как говорится, не дадут по рукам. Какие шаги могут сделать США? Тут уже по Европейскому Союзу, наверное, не буду спрашивать, но на что готовы США, чтобы уже физически, конкретными какими-то действиями дать понять, на что готовы пожертвовать, возможно, чем США, чтобы остановить Китай, сделать ему больно вот этими первыми шагами, чтобы, скажем так, Пекин остепенился и следил все-таки серьезно за тем, каким образом помогает его страна, ну вот Си Дзиньпина, лидера Китая, где именно, скажем так, эти прорехи, и где пролазит вот это взаимодействие с Российской Федерацией? Я ожидаю, что США не готовы к какие-то серьезные тарифы или к какой-то серьезные санкции. Я ожидаю, что это будут санкции против лицах, то есть именно против тех, которые занимаются нелегалным бизнесом с Россией. Потому что это первое, это меньше риска, это значит, что именно те, которые делают что-то нелегально, будут страдать. Не будет всех правов в Китае, и это не будет тогда рисковать интересы американских бизнесов в Китае, которых, конечно, очень-очень много. Тем более, думаю, что именно сейчас нам надо сделать так, чтобы Китай не работала открыто с Россией. Как вы знаете, сейчас, ну, уже давно, Россия ищет везде по миру разные вещи, которые под санкциями. И китайцы до сих пор, да, они продали россиянам несколько вещей, которые были нелегально или против закона, но больше всего они не были готовы рисковать и к ней банки, например, принимать российские деньги. Они не были готовы до сих пор рисковать и продать оружие России. Они не были готовы продать ракеты России. И разные вещи такие, которые они действительно очень, россияне очень хотели покупать, но до сих пор китайцы отказали. И если китайцы поняли или видели, что это путь закрыт к Западу, то Запад будет санкционировать Китая. И будут какие-то массовые страдания в Китае. То есть они бы потратили, скажем, больше, чем половину своих экспортов и импортов, если бы США и Европа начали полностью санкционировать Китая. Тогда это была бы катастрофа Китая. И тогда мы можем ожидать, что Китай точно бы работал с Россией. И это будет еще хуже во всех. Из этого как мы можем сделать так, чтобы наказать, скажем, Китая, чтобы они чувствовали это, или чтобы это чиновики, или это бизнесмены в Китае, которые работают против санкций, чтобы они чувствовали какое-то наказание. Но это не будет против всех в Китае. И не сделать так, чтобы испугали Ши и Китая, чтобы они убегали на другую сторону и начинали открыто работать с Россией. Ну и давайте также обсудим визит Путина в Пекин. Там он заявил, что Москва поддерживает мирный план Китая по Украине. Находящийся в международном, напомню, розыске глава Кремля утверждает, что в КНР понимают суть так называемого конфликта. Стоит отметить, что более года назад Пекин действительно предложил документ из 12 пунктов. В нем говорилось об общих принципах прекращения войны. Но без подробностей, как это реализовать, этот план и в Украине, и в самой России приняли без оптимизма. А в США тогда заявили, что Китай позиционирует себя как миротворца, но отражает ложный нарратив Российской Федерации. И недавно глава МИД России Сергей Лавров опять заговорил об этом китайском сценарии, назвав его разумным планом. И вот мы не до конца досмотрели, как спускается Путин. Лично его Си Цзиньпин не встречал. Кстати, я так понимаю, в США очень тоже пристально рассматривают эту всю встречу. Как это все происходило с политической точки зрения, дипломатической, о чем говорили, какие заявления делали. Ну и форма этой встречи тоже имеет наверняка какое-то политическое значение. И касательно того, что Российская Федерация, вдруг вспомнив об этом мирном плане китайского, который состоит из 12 планов, вдруг начали нахваливать. Хотя изначально он не сильно зашел, наверное, из-за первого пункта, где говорится о том, что должны соблюдать все границы. И, собственно говоря, как вы относитесь, уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, международного права без двойных стандартов. Почему сейчас изменилась риторика и как оцениваете эту встречу? С чем пожаловал Путин? Чего просить? И почему такую огромную делегацию с собой привез? Я думаю, что это была очень интересная делегация. И что там, и почему они там, и что там происходит. Особенно я думаю, что важно заметить, что китайцы сами, кажется, американские СМИ об этом пишут уже очень много, что китайцы тоже хотят закончить эту войну. Они понимают, что это долгая война, им не выгодно. То есть какая-то провокация против Запада, они не против. Они не против того, что Россия хочет воевать против Запада. Но они не хотят, чтобы это был хуже для них после этого. А сейчас ситуация такая, что есть такая нестабильность по миру, это плохо для бизнеса, и это нехорошо для Китая. Из-за этого я думаю, что китайцы будут давить на Путина и закончить войну. Но я согласен. То есть это план китайцев. Это не очень серьезный план. Это очень общий. Это более теоретические вещи. Это не конкретные пункты. И я считаю, что они сделали этот план, как другие страны тоже сделали планы, как вы знаете. Из-за того, что они просто хотели показать, что они лидеры, что они такие страны, которые могут найти мир между странами, которые в войне. Но я не думаю, что это серьезный план. Сами китайцы, на самом деле, я думаю, что когда эта война закончится, китайцы будут сидеть за столом в переговорах, потому что я уверен, что русские не готовы сидеть с европейцами, не готовы сидеть с американцами. Но более реально, что они бы сидели с китайцами или с другой страной, у которой лучшие отношения с Россией. Но это может быть несколько стран, не только Китая. Может быть, еще Турция, скажем, или другие страны. Но в данном моменте я вижу, что те, которые сейчас в Москве, они ожидали, что будет большая помощь из Китая. Они ожидали, может быть, они очень надеялись, что будет какая-то большая помощь. Но до сих пор мы не видим никакого сигнала, что Китай готов бросить Запад и потратить свои отношения с Западом. Потому что это просто нелогично. Это сумасшедшее было бы, если Китай решил просто бросить завтра 60% экспортов и импортов, чтобы работать с Россией, которая всего предлагает 2% импортов и экспортов. Это просто совсем нереально. А из этого я ожидал, что Россия получит что-то из Китая. Может быть, деньги, может быть, какой-то долг или какая-то помощь. Но я не ожидал, что будет какая-то массовая помощь, как Путин очень хочет. Ну и также Китай повторил российский нарратив, что единственным возможным путем разрешения вопроса войны в Украине являются переговоры между Москвой и Киевом. Спецпред правительства КНР по вопросам Евразии Лихуэй пообщался с чиновниками стран глобального юга и призвал страны поддержать возобновление прямого диалога, сообщил Министерство иностранных дел КНР. При этом Лихуэй пояснил, что Киев и Москва должны пойти на определенные условия. Фронт не должен расширяться, война не должна обостряться, стороны не должны вести массированные обстрелы друг друга. Фактически Китай настаивает на перемирие, которое Россия в целом может использовать, конечно же, для перегруппировки и пополнения оружейных запасов. Но стоит отметить, что Путин, прибыв в Пекин, и все это на фоне, что предшествовало буквально за несколько дней, практически за неделю, возможно, до прибытия Путина в Пекин, еще более усиленные, активные боевые действия Российской Федерации и с других сторон, и на Харьковскую область, то есть сейчас готовятся идти на Сумскую, то есть наоборот усиливается Российская война против Украины, а тут Китай почему-то в таких розовых очках видит, что это все должно вдруг прекратиться и остановиться. Как считаете, возможно ли в принципе, ведь глобальный саммит мира скоро, практически через месяц будет в Швейцарии, и приглашение получил также Китай и США в том числе, мы как раз сегодня обсуждали этот саммит мира, есть ли приедет Джо Байден, есть ли вероятность, что приедет и сам Си, вот насколько это политическое соперничество между этими странами, как вы видите, и может, и с чем тогда приедет Си, с этим же предложением, что вот и тогда же во Франции Си говорил, что поддерживает мирные инициативы, но тогда, когда будут садиться за стол переговоров и Россия, и Украина на саммит глобальный в Швейцарии, Россия не приглашена. Как видите, приедет ли Си, интересно ли ему это, если согласится Джо Байден? Это было бы, конечно, суперинтересно, если он будет участвовать тоже, но я очень сомневаюсь, если будет, потому что, как сам глава Германии уже сказал, что они ожидают, что это будет такой большой саммит, то есть это будет не без результата, но не будет такой, который будет какой-то мировый план после этого. Но я думаю, что самое интересное, которое мы сейчас видим, что происходит с Китаем и Россией, о том, что Путин до того, что начинал эту войну в Украине, Россия у них, конечно, была репутация, как вторая главная или самая большая и самая серьезная армия в мире, а сейчас мы все видим, что это просто не так, то есть российская армия, это третий мир, это несерьезно, есть такая огромная страна, как Россия, 140 миллионов человек, и до сих пор им так сложно заквратить даже село в Украине. И китайцы тоже это видят, то есть до этой войны был, конечно, риск, что, может быть, вдруг в будущем будет конфликт между Китаем и Россией, а сейчас Китай прекрасно понимает, что этого риска нет. Россия не может делать ничего против Китая. Китай контролирует все, и даже в это отношение между Путином и Ши видно, кто там шеф, кто там старший. Это получается Ши. Ши в контроле. Он решает, что дальше будет. Сам Путин, он мелкий в этом. То есть его армия очень-очень не готовая, старая, большинство технологий, это еще советская, и не готовы. И китайцы, единственное, которое у России есть, это много людей. И они готовы поддерживать их людей легко. Но у Китая еще побольше людей. У них миллиард 300 миллионов человек. То есть, когда сравняешь эти страны, 10 раз больше, чем Россия почти, 10 раз больше, чем Россия по населению, и своей армии гораздо больше, чем российская, и более серьезная, и более современная, чем российская, это видно, что Путин там стоит голым перед Шием. Он не может сказать ничего, что мы партнеры, мы будем вместе против Запада. Это шутка. То есть, это такая мелкая страна, как Россия, может продвигать что-то Китая. Россия не может продвигать ничего Китая. Китай контролирует все здесь. Все карточки в их руках, не в руках Путина. И из этого я думаю, что это самое интересное, как мы видим отношение сегодня между Шием и Путиным. Очевидно, что Ши, я бы сказал, даже не очень уважает Путина. И из этого мне интересно, что дальше будет. И почему-то, Джейсон, буквально коротко, почему Си не вспоминает о размещенном Российской Федерации тактическом оружии в Беларуси, когда-то был намек, на то, что представители МИД КНР, Мао Нин, что в ядерной войне победителей не будет. Но, тем не менее, ни разу не указывали Путину, так сказать, на место, что он нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Да. И, кстати, это тоже очень важно, потому что Китай давит на Россию по поводу этих ядерных оружий, а Китай против того, что Россия сейчас делает. И за то, что Путин дурак, на самом деле, он решил перебросить оружие в Беларуси, а Китай будет его наказать для этого. Спасибо вам большое. Напомню нашим зрителям, Джейсон Смарт, американский политехнолог и политолог был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова